всем большой привет я вернулась из отпуска по крайней мере мое тело вернулась из отпуска потому что чувствую что моя душа все еще где-то в Коста-Рике потому что я уже вторую ночь подряд сплю и вижу сны с джунглями с животными в общем все то что мы видели наяву в Коста-Рике теперь мне это снится поэтому я еще так серединка на половинку одной ногой здесь а другой еще по кота ну что хочу вам сказать большое спасибо тем кто меня ждал и тем тем кто верил что я вернусь что я не останусь в Коста-Рике хотя такие желания и мысли появлялись периодически и сегодня я решила снять для вас такой расслабленный тэг о себе чтобы вы что-то узнали обо мне потому что меня просили об этом снять какие-то видео о себе и я нашла такой незамысловатый простой тэг который мне надо долго готовиться но который может быть достаточно интересным и буду отвечать на вопросы поэтому поехали так называется мой первый раз соответственно вопросы будут связаны с тем что я когда-либо делала в первый раз итак первый вопрос общаетесь ли вы до сих пор со своей первой любовью ответ нет не общаюсь второй вопрос какой был твой первый алкогольный напиток если честно у нас в семье никогда не было такого что вот нельзя алкоголь это зло алкоголь это вред как бы все мы знаем что чем больше ребенку запрещаешь тем больше ему этого хочется поэтому наверное начинали с 10 по праздникам мне наливали буквально столько шампанского или вина и я уже достаточно раннего возраста смогла осознать что такое алкоголь какой у него вкус поэтому я думаю что либо шампанское скорее всего шампанское на новый год когда-то мне налили чуть-чуть либо вино так сознательно я не помню это мама мне всегда вспоминает одну историю как мы наверное было лет 14 что-то в этом роде ходили с ней магазин и я говорю мам я хочу попробовать алкогольный коктейль она говорит ну хорошо давай купим тебе алкогольный коктейль и мы купили в магазине баночку таких коктейлей знаете до сих пор продают по моему золоса отвертка она говорит ну давай пей что я попробовала графу да гады себе не буду это пить она говорит ну вот видишь тоже такое воспоминание но это конечно не первый раз когда что-то такое попробовала но один из них вопрос третий какая была твоя первая работа самая-самая первая работа когда я заработала самостоятельно какие-либо деньги небольшие но все-таки это я работала назывался промоутер кажется в общем мы с моего друга стояли на рынке с таким стендом и рекламировали чай липтон как сейчас помню там что-то было за покупку по моему упаковки с 100 чайных пакетиков мы дарили упаковку бесплатно там с разными вкусами по чеку и вот так мы наверное неделю работали приблизительно это была моя первая работа мне было наверное 13 лет следующий вопрос какая была твоя первая машина но у меня нет и никогда не было машины ни первой ни второй никакой вот поэтому даже не знаю что ответить на этот вопрос но первая машина в нашей семье которую я помню была были жигули кажется было шестерка а сейчас в семье то есть нашей семье новоиспеченный с моим мужем у нас вольво следующий вопрос какой был первый человек который тебе сегодня написал вернее кто был первый человек который себе сегодня написал сегодня первым мне написал один мой не знаю то ли подписчик то ли просто зритель он просто написал мне вконтакте про то что ему нравятся мои видео в общем что-то связано с моими видео поэтому я сделала выбор что это либо подписчик либо просто зритель вопрос сейчас если он захочет перевернуть это следующий вопрос кто был первый человек о ком-то сегодня подумал не знаю честно я проснулась и подумала боже где я почему я не в джунглях не знаю наверное честно может быть о маме может быть о муже может еще о ком-то понять с ними вопрос шестой нет седьмой кто был твой первый учитель или твоя первая учительница мои первые учительницы звали как сейчас помню князева наталья владимировна наталья владимировна привет она у меня была учительница с 1 по 4 класс она была такая рыжая красивая девушка женщина у нее был маленький сын следующий вопрос когда вы первый раз полетели на самолете ну самый самый первый раз я не помню я знаю что не было года два по моему мы летали в оренбургской области где у меня живут родственники по папиной линии и первый такой осмысленный полет который я помню это в египет наверное как мне было восемь или девять лет помню что очень я была возбуждена по этому поводу и следующий вопрос кто был твой первый лучший друг и говорите ли вы до сих пор у меня была лучшая подруга детства со второго класса она пришла к нам во втором классе нашу школу и вплоть до конца школы мы с ней дружили сейчас мы кое-как поддерживаем контакт но достаточно редко общаемся следующий вопрос где ты первый раз осталась на ночь но если иметь ввиду вне дома то если честно я не помню возможно это было на даче у подруги то есть у соседки моей но честно не вспомню я если но в моем детстве не было такого такой традиции оставаться у кого-то на ночь иногда мне это разрешали но в принципе моя мама считала что спать нужно дома следующий вопрос с кем ты сегодня первый раз говорила ну первый раз я сегодня говорил со своим мужем когда он уходил на работу вопрос двенадцатый на чьей свадьбе ты была в первый раз а вот я помню я не так много свадьб посетила вообще в принципе первая свадьба была свадьба моей троюродной сестры это было наверное в 2005 году если я не ошибаюсь следующий вопрос что была первая вещь которую это сделала сегодня утром первая вещь которая сделала сегодня утром у Ух уж этот информационный век, сегодня утром я первым делом залезла в Инстаграм, представляете? Следующий вопрос. Какой был концерт, на который ты пошла в первый раз? А, какой был первый концерт, на который ты пошла? Ну, опять же, первый концерт, на который я пошла самостоятельно, не на который меня отвели родители и так далее, да, а сама я купила билет и пошла. Это был концерт, не знаю, певца группы «Дельфин». Я думаю, что слышали о таком, если нет, то поищите. Он мне очень нравился, тогда вот в возрасте 13, 14, 15 лет. Но мне он до сих пор продолжает нравиться, но вот у меня такой активный период увлечения его творчеством был примерно в этом возрасте. «Дельфин». Следующий вопрос. Первая сломанная кость. Стучу по дереву, не было у меня сломанных костей и надеюсь, что не будет. Первый пирсинг. Если считать проколоты уши пирсингом, то проколола я уши в 6 лет. Больше у меня никакого пирсинга нет. Вопрос 17. Первая страна за границей, в которой ты была? Уже сказала об этом, не считая Украины, конечно. Была я первый раз в Египте. Какой был первый фильм, который ты помнишь? Это очень, конечно, интересный вопрос. Фильм. Ну, скорее всего, какая-то советская комедия новогодняя, типа «Ирония судьбы» или «Слегким паром», или «Девчата», «Бриллиантовая рука», «Опериация Иль» или «Приключения Шурика». Что это такое? Из мультфильмов. Так, у меня запомнился из первых, наверное, «Король лев» или «Русалочка», что-то такое. Ну, вот прям именно художественный фильм. Не считая советских комедий, которые первые я помню, я сейчас не могу вам сказать. И дальше. Что было твое первое наказание? Первое наказание. Не знаю, наверное, меня поставили в угол. А может, отлупили. Не помню. Плохое забывается быстро. Вопрос двадцатый. Кто был твой первый сосед по комнате? В каком смысле? Я никогда не жила в общежитии, ни в съемной квартире с кем-то. Единственное время, когда мне приходилось делиться в какую-то комнату, это было с бабушкой. Я жила все детство, вплоть до бабушкиной смерти, я жила с бабушкой в одной комнате. И когда я ездила в пионерский лагерь два раза, я жила в одной комнате с другими девочками. Следующий вопрос двадцать первый. Если бы у тебя было одно желание, что бы это было? Какой интересный вопрос. Надо подумать. Если бы у меня было одно желание, то, возможно, это было бы желание никогда не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться чему-то научиться, чего-то достичь, чего-то большего. Идти всегда вперед и развиваться. Чтобы это желание, чтобы это стремление никогда у меня не пропадало. Вопрос двадцать второй. Что бы ты выучила, если бы у тебя был шанс? Если бы у меня был шанс, я бы выучилась хорошо петь. Я очень люблю петь. Я бы выучила хорошо те иностранные языки, которыми я уже владею. И выучила бы, наверное, еще какой-то иностранный язык. Вот мне нравится музыка, пение. И еще, может быть, играть на гитаре или на каком-то музыкальном инструменте, потому что я никогда ни на чем не играла. И последний вопрос. Какие были первые уроки, которые ты брал? Первые уроки, которые я брала, наверное... Наверное, это был английский. Это было еще в детском саду. То есть меня отвели на уроки, дополнительные уроки английского языка, где мы изучали такие начальные слова, какие-то буквы, произношения и так далее. Еще помню, меня отвели в кружок бальных танцев. Тоже мне лет пять, наверное, было. Потому что у меня брат занимался бальными танцами достаточно долго. И меня тоже туда отвели. Но мне как-то это дело не пошло. Поэтому вот как-то так. Это были все вопросы. Я надеюсь, что вам было не очень скучно, что вы что-то новое обо мне узнали. Расскажите, пожалуйста, может быть, вы мне сможете порекомендовать какой-нибудь еще тег или какое-нибудь видео, в котором я смогла бы еще что-то рассказать о себе, что-то, чтобы вас заинтересовало. Потому что мне так сложно выбирать достаточно. Я смотрю разные теги. Мне кажется, фу, кому это интересно. Это вообще никому не надо. Зачем вам об этом рассказывать? Зачем это снимать? Может быть, вы мне порекомендуете что-то такое, чтобы вам было интересно. И я обязательно буду продолжать снимать видео о книгах. Конечно же, никуда они не пропадут. Буквально очень скоро будет еще видео, теговое видео о книгах. Будет прочитанные книги сентября. Что еще будет? Ну, еще у меня как бы запланировано, по крайней мере, штук пять влогов из Коста-Рики. Но, если честно, я вот так посмотрела на три влога, которые я уже выложила, смонтировала. Причем я их смонтировала и выложила, находясь в отпуске. Я тратила на это как бы время. Но я смотрю, что там настолько мизерное количество просмотров и комментариев. У меня как бы даже руки опускаются. Я даже, честно говоря, не знаю, нужно ли их монтировать. Или вообще это никому не интересно. Если честно, я не ожидала, что вообще никакого интереса не будет к этому. Поэтому я даже... Теперь я даже не знаю, надо ли оно или нет. Вы мне скажите, интересно ли вам посмотреть другие видео из Коста-Рики, из других мест. Еще я планирую снять видео в целом о впечатлениях. Ну, это я уже... А нет, я это еще не говорила. Это я говорила в одном из влогов, который еще не выложила. Вот, впечатления от Коста-Рики, от поездки и так далее. И, ну да, будет еще... Будет еще много-много чего. Единственное, надо найти на это время и силы. Но обязательно скоро мы с вами увидимся в следующих видео. Еще раз всем вам большое спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok